Здравствуйте, люди добрые и не очень. Сегодня мы поговорим про довольно-таки иррациональный аспект в отношениях между Россией и Америкой, потому что есть вещи рациональные, которые заключаются в сравнении, скажем, уровня зарплат и уровня каких-нибудь расходов, уровня налогов и так далее. А есть вещи иррациональные, которые не поддаются такому простому классическому анализу. В частности, это девушки, женщины. Я хочу сразу извиниться перед некоторыми зрителями за то, что данный выпуск будет, конечно, под соусом мужского шовинизма. Я для баланса планировал пригласить в конце какую-нибудь феминистку и поговорить с ней. Таким образом, компенсировав этот нарочитый мужской шовинизм, обратился к знакомой феминистке, одной, наверное, из самых знаменитых у нас в России, Бель Рапопорт. Она сказала, ну, сколько можно на эту тему говорить. Я уже миллионы раз это все обсуждал, давал интервью, бла-бла-бла. Я говорю, ну, дай мне тогда координаты кого-нибудь другого. Она мне дала координаты другой феминистки. Та сказала, да как вообще можно ставить вопрос таким образом? А вопрос заключается в том, что русские девушки круче американских. И почему? И, в общем, отказалась, приняв меня за какого-то долбанутого мужлана. Справедливости ради надо сказать, что я не отношусь к тем, кто вот постоянно ерничает над движением феминизма и все такое прочее. Потому что, ну, например, это, наверное, единственные люди, кто действительно серьезно занимается проблемами домашнего насилия. Я некоторое время назад сам столкнулся с этой проблемой. Одна моя знакомая страдала от мужественных рук своего супруга, позвонила мне. И когда я приехал, супруга дома не было, у нее был вот такой фингал. Но самое главное, она отказывалась идти заявлять в полицию. Мне пришлось ее ломать. Мы приехали в эту самую полицию. Выяснилось, что перед тем, как подавать заявление, надо пройти освидетельство, наверное, освидетельство НИЕ. Освидетельство ВОНИЕ. Ну, как-то так, короче. В каком-нибудь медпункте, где вам выдают справку, уже с этой справкой вы идете непосредственно в отделение. Мы съездили в травмпункт, нам там выдали справку. Мы с этой справкой приехали, написали заявление. Так вот, что меня потом поразило, участковый даже не явился ни разу по этому заявлению. Слава богу, конкретно в той ситуации все разрешилось хорошо. Супруги помирились, сейчас у них там все прекрасно. Но я для себя открыл вот эту сторону жизни, с которой я лично до этого никогда не сталкивался. Поэтому гон на феминисток, он порой не оправдан, ибо ну а кто еще, как не они, может разруливать подобного рода вопросы. Но еще раз хочу сказать, что все, что последует дальше, и вы, ах, вызовет у них, если таковые найдутся, в чем я сомневаюсь, определенную степень отторжения и негодования. Я был в Лос-Анджелесе, но готов предположить, что там, в общем-то, примерно такая же ситуация, по вполне понятным причинам голливудским. Но стоит вам отъехать буквально, я не знаю, в Бостон, Филадельфию и даже в столицу Соединенных Штатов Америки, Вашингтон, и вы попадаете в какой-то, я даже не знаю, как это назвать. Дело в том, что я считаю, что нет некрасивых женщин. Ну, то есть, каждая может как-то себя подать. У кого-то, скажем, довольно пышная фигура, у кого-то, наоборот, стройная фигура, у кого-то где-то чего-то больше, где-то чего-то меньше. Но девушки, они такие создания замечательные, что они знают определенные секреты, как какую-то свою особенность подчеркнуть и за счет этого как раз выигрывать на общем плане. Поэтому в России этому придается довольно-таки большое значение. Я аж молчу про весь этот культ фитнеса и тому подобное. Ну, давай, вот, я же тебя пускаю. В Штатах ситуация заключается в том, что там барышни не просто, не то чтобы не ухаживают за собой, но как-то не следят так, как в России. Они этим даже бравируют. Возможно, на волне вот этого, кстати, равноправия и все такое прочее. У меня был случай, когда какая-то мадам, живущая в Филадельфии, откликнулась на ролик мой про Филадельфию и даже сняла свой некий ответ. Мне как раз жители Филадельфии его и прислали. Ну, там она, естественно, заявляла, что я путинский агент, и все это снято на деньги ФСБ. Ну, в общем, вся та самая песня, которую мы уже миллион раз слышали. Но суть не в этом. Суть в том, что вот сидит женщина, и я вижу, что, в принципе, вот ей вот тут, тут и тут как-то чуть-чуть сделать, и она вполне себе симпатичная особа, привлекательная. Но она этого не делает, и такое впечатление, что нарочно. Она переехала в Штаты, откуда плевает нашу страну говном, а город Филадельфия, для нее рай земной и вообще, как бы, я не знаю, финал человеческих желаний, причем я категорически не согласен. Но, опять-таки, каждому свое, о вкусах не спорят. Но это полбеды. Самое главное, что ей в Штатах комфортно. А почему ей в Штатах комфортно? Да потому что там можно абсолютно насрать на свою внешность. Ибо там это так принято. Я когда пытался делать англоязычный канал, потом на это дело забил, потому что, ну, бесполезно. У меня там была пара гостей. Это были девушки, которые рассказывали про там свое восприятие Америки, России и прочее. И была там одна моя экс, которая рассказала историю про то, как она, где-то живя в Калифорнии, вышла на улицу в каблуках и в мини-юбке. И очень долго не понимала, почему окружающие на нее смотрят каким-то образом. А потом выяснилось, что окружающие элементарно воспринимают ее как проститутку. Отсюда понятно, почему американцы, приезжая в Россию, ходят по нашим улицам, просто свернув шею. У меня приятель мой, Женя, который живет в Бостоне, он каждый раз раньше, когда приезжал в Россию, к сожалению, давно здесь уже не был, у него постоянно голова была на бок свернутая. И я говорил, господи, Женя, ну неужели там все настолько плохо? Он говорит, Павлик, ты даже себе не представляешь, насколько. И вот я съездил пару раз в США и наглядно убедился, что да, там ситуация просто ниже Плинтуса. В этой связи в Штатах, ну как мне объясняли, очень ценятся две категории представительниц женского пола. Первая – это азиатки, вторая – это выходцы из Восточной Европы. Иногда еще попадаются выходцы из Латинской Америки. Большинство мужчин, юношей и пожилых людей, когда решают уехать в США без семьи, в гордом одиночестве и начать там долгую счастливую жизнь, они не учитывают этого фактора. И когда они туда приезжают, они сталкиваются с довольно серьезной проблемой поиска второй половины. И в итоге все заканчивается тем, что они ищут ее в собственной диаспоре, ну в данном случае в русскоязычной. То есть ты как бы приехал в другую страну, ты должен натурализоваться, ты должен там, я не знаю, адаптироваться. А в итоге все сводится к тому, что ты по-прежнему вращаешься в русскоязычной среде, что на самом деле зачастую приводит, ну, довольно-таки к негативным последствиям. Поэтому все, что вы видите в кино голливудском, на обложках глянцевых журналов, там, не знаю, в порнухе, ну, которые все аудитории, только я иногда смотрю, потому что все остальные праведники и молятся по пять раз в день, это все выжимка, это все такое, такая, не знаю, дистиллированная порода женская, американская. Ибо в массе своей это просто какой-то тихий ужас. Это бесформенные бабищи, которые ходят в каких-то матых, извините, мятых майках-футболках, бесформенных вот этих бриджах, кроссовках, и это вот такая вот у них стандартная форма одежды. Я когда был последний раз в Вашингтоне, меня свозили в городок Джорджтау, ну, по российским меркам это, в общем-то, все еще Вашингтон, по американским меркам это уже другой город. И там, прямо на берегу реки, есть оперный театр. Это даже не театр, это такой прямо театральный комплекс, там несколько залов. И там шла постановка, мы зашли посмотреть просто на публику. Я, конечно, опять-таки поразился чувству стиля американок. Уж насколько у меня оно ниже плинтуса, но даже я со своим пролетарским тупорылым восприятием жизни, тем не менее могу опознать, вот девушка стильно одета, а вот она, ну, мягко говоря, не очень. Так вот там это был просто какой-то зоопарк. Я смотрел, и вот прям бери, снимай и делай такую нарезку, по которой могут прохаживаться потом своими злостными комментариями и ведущие каких-нибудь фэшн-блогов здесь, в России. Поэтому, да, в Штатах, конечно, больше возможностей. В Штатах лучше то, сё, пятое, десятое. А некое, к сожалению, хуже, о чем я уже говорил. Но вот этот момент, как мне кажется, он, ну, по крайней мере, с мужской точки зрения, он является ключевым. Конечно, красивая девушка, когда приезжает туда, она, ну, чувствует себя не то чтобы королевой, но, скажем так, в ситуации с менее конкурентной средой. И есть еще один момент, крайне важный. В России мы уже давно привыкли к тому, что если парень приглашает куда-то девушку, то он за нее платит. Ну, бывает на самом деле исключение, но в большинстве случаев это именно так. Я не знаю, хорошо это или плохо, на мой взгляд, это правильно. Но вот я был так воспитан. Более того, даже когда я там с кем-то жил или живу, то за все плачу я. Ну, я имею в виду основные какие-то расходы. На Западе ситуация принципиально отличается от этой. Там любовь любовью, а денежки врозь. Есть понятие split check. Это значит, ну, я не знаю, вы приглашаете девушку, но платите вы пополам. Более того, если вы вознамеритесь за нее заплатить, она, ну, не всегда так бывает, но бывает и так, она может воспринять это как личное оскорбление. У меня был потрясающий случай в Штатах, когда я ехал в автобусе, и зашли люди, я сидел. И стоит женщина. И я вот реально не понимаю, что мне делать. Ну, то есть в России я бы, естественно, вообще не думая, встал бы и уступил ей место. В данном случае я как бы опасаюсь, как бы это не привело к определенным последствиям, потому что я, естественно, предварительно проводил некий опрос, исследование. Мне говорили, слушай, ну, на самом деле это идиотизм, это бывает не так часто, но бывает. Я, конечно, мог бы рискнуть и поставить эксперимент, но не решился, поэтому торжественно остался сидеть, а дама продолжала стоять. И судя по выражению ее лица, даже несмотря на то, что там все друг другу улыбаются и прочее, прочее, ей было абсолютно комфортно в данной ситуации. Это совершенно иной уровень отношений, это совершенно иная культура, для нас непривычная. Понятно, что все это, ну, делается для того, чтобы женщина имела больше прав, и мужчина не имел возможности сказать, что, типа, мужик всегда прав, и так далее, и тому подобное. Но, на мой взгляд, вот такое пренебрежительное отношение к собственной внешности, оно проистекает именно отсюда, а также из вот этой вот просто волны негодования по поводу сексизма везде, там, в кинематографе, в рекламе и так далее, и тому подобное. Я понимаю, что бывают перегибы, но, во-первых, в Штатах есть довольно жесткий ценз, если мы говорим про кино. Если написано, что фильм можно смотреть только в сопровождении взрослых, а вы пришли туда без он их, а вам столько лет, сколько... не позволяют смотреть этот фильм в гордом одиночестве, то вас попросту могут не пустить в кинотеатр. Но зачастую, к сожалению, это приобретает размах какого-то идиотизма. К сожалению, хотим мы того или нет, но основное, что продает любой товар, это, конечно же, секс. Другое дело, что можно все это сделать стильно, не нарочито, на каких-то очень тонких намеках. Но когда одна и та же дама, например, Мадонна, творчество которой мне на самом деле очень нравится, особенно некоторые альбомы, сначала выпускают там всевозможные музыкальные видеоролики и, опять-таки, целые альбомы, где все построено на такой эротике на грани, я бы сказал, потом она заявляет о том, что она отсосет любому, кто проголосует против Трампа, а следом она обвиняет Трампа в сексизме и во всем остальном, то здесь мы имеем просто, как это обычно происходит, систему двойных стандартов. Поэтому Штаты, несмотря на то, что там, ну, секс, я не знаю, разве что с деревьев не свисает, если говорить про массовую культуру, тем не менее, довольно-таки пауританская страна, особенно это касается некоторых штатов. И в этой связи, когда ты, я не знаю, например, приходишь, в Бостоне есть такой бар, один из самых старейших джазовых баров в Бостоне, уцелевших, потому что там все то же самое, там крупные сети и все такое прочее вытесняют вот эти маленькие заведения, даже несмотря на их легендарность. Так вот, там есть такое заведение, которое существует там с каких-то 1950-х годов, и вот мы туда пришли на какой-то джазовый концерт, и туда приходят, значит, дамы в сопровождении своих молодых людей или в одиночестве. И я вот сидел, смотрел на это, и просто говорю, Женя, ну, это какой-то паноптику, ну, ей-богу, ну, то есть вся вот эта классика жанра, это топики на какие-то жирные телеса, леггинсы на какие-то жирные окорока, это все там имеет место быть. В этой связи, дорогие российские мужчины, цените ваших женщин и девушек, потому что все познается в сравнении. И мне кажется, что наши представительницы слабого пола, живущие в России, это вообще одна из самых главных ценностей. Здесь перекресток такой замечательный на Каменном острове. Вот этот и следующий. Здесь постоянно стукаются люди. Можно прям это, ставки делать. В общем, цените своих девушек, женщин, дочерей, жен и матерей, потому что они на своих хрупких плечах выносят такое, что какой-нибудь американке и не снилось. Ибо американка в данной ситуации просто сказала бы, да почему я вообще должна это делать, и забила бы болт, а потом еще бы в суд на вас подала. На этом все. Оставляйте комментарии вот там. Кстати, хочу сказать, что у меня сейчас возможно изменится график проведения экскурсий в Москве. В Петербурге они проходят каждое воскресенье в 15.00. В Москве, возможно, я буду их проводить чаще, но уже не по две экскурсии в день, а по одной. И это будет, скорее всего, суббота, где-нибудь в районе 4-5 часов дня. В любом случае, все подробности есть в моей группе ВКонтакте. Ну и для тех, кто есть в Фейсбуке, я еще там отдельно встречи делаю. В группе всегда есть закрепленный пост наверху, который анонсирует следующую экскурсию. Если вас интересует это, вы можете туда заходить, и там вся информация, что, где, во сколько, почем, о чем и так далее и тому подобное. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Увидимся в следующих выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok